МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Сработали успешно. Ситуацию в региональной экономике рассмотрели на заседании облсполкома. Лидеры жатвы. Первый в стране экипаж, наблотивший тысячу тонн зерна, появился в нашей области. Деньги из леса. Сколько можно заработать на чернике и лисичках, узнали наши корреспонденты. Их работа – спасать жизни. Один день в пожарной части провела Анна Ковалева. В ближайшие 26 минут неделя из жизни Гомельской области такая, какой ее увидели наши корреспонденты. Итоги социально-экономического развития региона в первом полугодии рассмотрели на заседании Гомельского облсполкома. Как было отмечено, наша область, одна из немногих в стране, выполнила все 9 основных показателей прогноза. Кстати, подобного успеха достигли только Брестский регион и город Минск. Основной показатель – воловой региональный продукт – перевыполнен почти на 1% пункт. Хорошо сработал промышленный комплекс. Рост производства составил 102,7%. По итогам второго квартала наш регион в лидерах по стране. Рост объемов производства в целом по области обусловлен значительным приростом в обрабатывающей промышленности, которая за квартал выросла с 95,1% до 103,2%, то есть более чем на 8%. Свою роль в этом сыграло постепенное восстановление объемов переработки нефти на Мозырском НПЗ. За счет этого обеспечена половина прироста ИФО по области. Вторую половину прироста, или 2,8% пункта, дала стабильная работа остальных предприятий. Значительно перевыполнены показатели по экспорту товаров и услуг. В обоих случаях примерно на 20%. Прямые иностранные инвестиции составили более 85 миллионов долларов при прогнозе в 30. Увеличились и доходы бюджета. У нас доходы увеличились, собственные доходы бюджета области по сравнению с прошлым годом, почти на 10%. Хотя, конечно, это пока недостаточно, чтобы решить все задачи, которые стоят перед бюджетом. Естественно, в такой ситуации основное внимание и основное направление бюджетных расходов это были социально гарантированные расходы бюджета. На социальную сферу за первое полугодие мы направили почти 70% всего объема бюджета. На этой неделе в Беларуси началась массовая уборка зерновых. По темпам работ лидируют южные регионы страны. Всего неделя в поле и в нашей области определились первые экипажи-тысячники. Коротко об этом, а также других важных событиях уходящей недели в обзоре моих коллег. Первый экипаж комбайнеров-тысячников определился в Гомельской области 25 июля. Знаковые достижения на счету экипажа агрокомбината «Холмич» Речицкого района. Тысячу тонн зерна нового урожая первыми намолотили Иван Вырвич и Олег Хвост. Этот тандем в лидерах второй год подряд. Рядовиков жатвы поздравили представители руководства области и района областного объединения профсоюзов. В Гомель открыли мемориальную доску герою Российской Федерации Виктору Оськину. 25 лет назад он совершил подвиг в небе над Новобелецким районом. Отвел от жилой местности свой стратегический 65-тонный бомбардировщик Ту-22 с полными баками топлива. Виктор Оськин спас двух членов своего экипажа, но сам погиб. Подполковник российских военно-воздушных сил был удостоен звания Герой России. Его имя носит одна из улиц областного центра. Выпускник 51-й гимназии города Гомеля Егор Дубовик вернулся из Бразилии с престижной наградой. Он привез золотую медаль 58-й международной математической олимпиады. Из шести наград, завоеванных белорусской сборной в Рио-де-Жанейро, единственное золото именно у Егора. Всего в интеллектуальном соревновании в Бразилии участвовало свыше 600 старшеклассников из более чем 100 стран мира. Каждое утро тысячи жителей Гомельской области направляются в леса, чтобы собрать ягоды и грибы. Для заготовительных структур это возможность не только получить дополнительную прибыль, но и реализовать во всех отношениях полезные дары леса, как на внутреннем рынке, так и получить валюту в результате экспортных поставок. Опыт Калининковичского района изучили наши корреспонденты. Это только на первый взгляд кажется, что лес сухой и негостеприимный. И по этой причине пригодны разве что для заготовки древесины. У местных жителей мнение другое. Причем урожайные участки сельчане не просто хорошо знают, но и тщательно скрывают от возможных конкурентов. В конце концов, дары леса далеко не абстрактное понятие. Утром с 4 до 11, и мне хватает вполне 4 килограмма кассы. Один килограмм лисичек Калининковичское районное потребительское общество сегодня закупает у населения по 5 рублей. Такая же цена и на чернику. Людям заниматься сдачей ягод даже более выгодно. Если очень постараться, за день можно получить до 50 рублей. Один человек, бывает, и 15-20 килограмм за день может собрать. А так и 5 килограмм, и 3 килограмма разные объемы бывают. Смотря кто. Как бабка старенькая, так она и мало принесла. А я здоровые люди, семьями проводят, то и 3-4 ягод. Валентина Гриценко большими объемами собранных ягод похвастаться не может. На этот раз в заготовительный пункт пенсионерка принесла немногим более 3 килограммов, которые собирала около 2 часов. Заготовками женщина занимается каждый день. Говорит, что дополнительный заработок сравним с размером пенсии. Кроме трех стационарных заготовительных пунктов в Калинковичском районе организован еще и выездной сбор. Причем кооператоры согласны даже отклониться от утвержденного маршрута. Если сдатчик попросит, машина может подъехать к конкретному месту возле леса. Договориться несложно. Сотовые телефоны сегодня есть у всех. По информации Калинковичского райпо урожай черники в этом году ниже, чем в прошлом. По этой причине закупочные цены выше прошлогодних. Хотя сдавать ягоды в заготовительные пункты спешат не все. Если есть время и возможности, чернику можно вполне официально реализовать на рынке. Килограмм стоит около 7 рублей. На 2 рубля больше, чем предлагают кооператоры. Последние, кстати, не только поставляют заготовленное на внутренний рынок, но и отгружают ту же чернику в Польшу. Правда, в связи с уменьшением объемов заготовок в этом году экспорт несколько снизился. В прошлом году была ягода более крупная. Заготовили порядка 36-37 тонн, почти 37 тонн практически. Вот в этом году заготовили 25 тонн. 4 тонны продали на торговле в Омеле, в Минске. И остальную чернику замораживаем для отправки на экспорт. Одно из главных требований к сдаваемой продукции в соответствии радиационным нормативам. По информации областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в этом году фанили около 36% проверенных грибов и более 20% лесных ягод. Причем в некоторых случаях отмечалось восьмикратное превышение. Правда, непосредственно в Калинковичском районе таких случаев пока не было. Во всяком случае, в заготовительные пункты грязную чернику не приносили. Тем более, что кооператоры не примут ее ни в коем случае. Мы же, в принципе, принимаем чернику на реализацию, на торговлю. Поэтому, да, не приняли бы. Столько лет люди уже сами знают, в каких местах какая черника. Они идут именно в места проверенные, где брали раньше. Поэтому всегда хорошие. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Капанько. Новости недели из Калинковичского района. В июле в Беларуси вступили в силу поправки в закон о вынужденной миграции. Документ гарантирует, что получить статус беженца теперь станет проще, а защита от нелегальных мигрантов станет более эффективной. Что изменится для тех, кто ищет приюты на Гомельщине и Беларуси? Об этом и не только. В актуальном интервью нашей программе рассказал представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Жан-Ив Бушарди. Жан-Ив, рад снова видеть вас в студии телерадиокомпании «Гомель». Итак, новая редакция закона о вынужденной миграции. Какую оценку можете отдать обновленному документу? Добрый день, спасибо, что еще раз пригласили к вам в студию. Я снова рад быть в Гомеле. Действительно, новый закон в сфере вынужденной миграции – это важный шаг в направлении защиты беженцев, эффективной защиты беженцев. Что касается важных нововведений, то, прежде всего, оно касается предоставления плановой медицинской помощи лицам из стран СНГ, которым была предоставлена дополнительная защита в Беларуси. Ранее, в связи с противоречием между белорусским законодательством и одним международным соглашением, покрывающим страны СНГ, выходцы из стран СНГ, прежде всего, в белорусском контексте для граждан Украины, могли получать только экстренную медицинскую помощь бесплатно, за исключением детей. Теперь же, благодаря усилиям и правительства, и нашей вовлеченности в этот процесс, эту противоречию удалось устранить. И в настоящий момент, с вступлением в силу нового закона, все категории подопечных будут получать полноценную медицинскую помощь, экстренную и плановую. И все-таки я надеюсь, что оптимизация процедур, именно к этому привел в том числе новый закон, не скажется на снижении контроля за миграционными процессами. Ведь все-таки безопасность по-прежнему должна оставаться на первом месте. Я бы сказал, что никакой угрозы вопросам, связанным с безопасностью, нововведения в законодательстве, в сфере вынуждения миграции не несет. Потому что для того, чтобы определить, является ли данный человек беженцем или нет, существуют достаточно четкие критерии. У человека должна быть обоснованная опасения подвергнется преследованию. Есть другие критерии, которые сверяются для того, чтобы сделать окончательный вывод, беженец человек или нет. Соответственно, я уверен в том, что государственные органы, занимающиеся вопросом вынужденной миграции, должным образом, несмотря на упрощение процедуры, будут рассматривать дела. Тем более, что все заявления рассматриваются в индивидуальном порядке. Жанныф, вы далеко не первый раз в Гомельской области, достаточно часто посещаете наш регион. Какую оценку могли бы дать деятельности службы и организации по работе с беженцами и переселенцами? Могу сказать, что мы удовлетворены, во-первых, тем уровнем сотрудничества, который у нас есть с нашими партнерами, и высоко оцениваем тот вклад, который они делают в дело оказания помощи вынужденным мигрантам как по республике, так и в Гомельской области. В этой связи хотелось бы отдельно отметить успешный проект, который был связан с переселением трех семей сирийских беженцев в Беларусь. Прежде всего, хочу выразить благодарность Гомельской области, которая приняла непосредственно эти семьи. Они были переселены в 2015 году, и уже сейчас, спустя два года, можно сказать, что они эффективно интегрировались в беларусское общество. Все они трудоустроены. Один глава семьи является поваром, второй – фармацевтом, третий занимается различной предпринимательской деятельностью, связанной с торговлей. Все у них движется в нужном направлении. Хочу также заметить, что с начала 2017 года наблюдается уменьшение количества иностранцев, которые обращаются за предоставлением защиты в Беларуси. Прежде всего, это связано с уменьшением количества граждан Украины, которые обращаются за предоставлением статуса беженца или дополнительной защиты. Для меня это означает то, что, хотя и конфликт сам по себе не разрешен, тем не менее, он не находится в такой фазе, что заставляет большое количество украинцев покидать территорию своей страны, родины и искать убежище за рубежом, в том числе и Беларуси. Одновременно меньше обращается и выходцев из таких стран, как Сирия и Йемен. То есть можно говорить о том, что к концу года общее количество новых заявителей в Беларуси также уменьшится. Лица без гражданства, какие планы по работе с этой категорией граждан? Вообще, насколько она является проблемной, в том числе для Гомельской области? Вы, возможно, знаете, что с конца 2014 года наша организация запустила десятилетнюю кампанию, направленную на устранение безгражданства и предотвращение возникновения новых случаев безгражданства. В этой связи это еще один из важных направлений деятельности УВКБ ООН в Беларуси. Прежде всего потому, что Беларусь, как государство, пока что не присоединилась к двум важным международным договорам в этой области. Конвенция 1954 года о правовом статусе апатридов и конвенции 1961 года о сокращении безгражданства. Мы работаем в настоящий момент вместе с властями для того, чтобы это присоединение состоялось. И вследствие этого, в рамках следующего моей поездки в Гомельскую область, мы хотели чуть больше акцент сделать именно на лиц безгражданства. Поскольку в настоящий момент в Гомельской области зарегистрировано порядка 740 лиц безгражданства. Мы бы хотели с ними встретиться, услышать их истории, те вопросы, проблемы, которые у них могут быть, трудности, с которыми они сталкиваются. Ну и в целом стать ближе к этой проблеме не только с точки зрения сотрудничества с властями, но и взаимодействия с самими людьми. Жан Ив, спасибо за интервью. До новых встреч в Гомеле. Спасибо за интервью. До следующего времени. На этой неделе свой профессиональный праздник отметили сотрудники пожарной службы. Благодаря ей на Гомельщине за последние пять лет число пожаров сократилось на 20%. Число погибших почти вдвое. Вкладом в безопасность стало открытие нового ДПО «Ветки». В итоге регион сейчас на первых позициях в стране. Причем не только по статистике, но и профессионализму и оснащению спасателей. Об адреналине, опасностях и трудностях этой профессии узнала Анна Ковалева. Дежурная служба МЧС, чем вам помочь? Что у вас случилось? Хорошо ожидать их, бригада к вам въезжает. Даже в профессиональный праздник ежеминутная готовность к вызову. 18 секунд, чтобы одеться. В целом 60, чтобы выехать на ЧП. В день пожарной службы 25 июля в диспетчерские службы МЧС Гомельщины поступило почти полторы сотни звонков. На все требовалось выезжать. Если для нас это лишь сводка происшествий в новостях, то для них будни, в которых приходится бороться не только с огненной стихией, но и с самой смертью. Вот территория города Гомеля, охраняемого Гомельским городским гарнизоном. Более 500 тысяч жителей, за которые мы ответим. В день на одного спасателя до пяти вызовов. Потушить пожар, достать людей с покореженной машины или просто вскрыть заблокированную в квартире дверь. Что готовит новый рабочий день, не угадаешь. Поэтому здесь готовы всегда и ко всему. И даже если телефон в диспетчерской молчит, служба идет, тренировки постоянные, нужно поддерживать форму. По выносливости тяжело очень. Нужна сила рук, сила ног, сила духа. Но здесь ты просто знаешь, что это просто соревнование. Когда в реальной жизни оно идет адреналин, и оно, ты просто бывать не ощущаешь. Ты на адреналине можешь и одного человека взять, и двух помочь, и бревно это. Потом ты думаешь, сидишь, я это сделал. Прикольно. Большой помощник спасателей – экипировка, оснащение по последнему слову техники. Сегодня противостоять готовы любому ЧП. Как природного, так и техногенного характера. На земле, в воде и в небе. Современная техника позволяет спасателям взобраться на крышу любого здания в Гомельской области, даже самого высокого. И все ради того, чтобы оказать помощь тому, кто ее очень ждет. И техника, и форма отечественная по качеству европейским не уступают. Оборудование позволяет тушить огонь в разы быстрее, чем 164 года назад, когда и была создана пожарная служба. А материалы нынешней экипировки и вовсе не горят. На мне одета одежда, в которую мы можем войти в помещение, охваченное огнем. Эта одежда выдерживает 400 градусов. Форма весит до 5 килограммов, хотя это не самое тяжелое бремя, которое приходится нести. Ведь работа спасателя сложна не только физически, но и морально. Каждый день приходится вырывать из лап стихий человеческую жизнь. И не всегда в этом бою человек оказывается сильнее. Такие моменты, конечно, ощущения не очень. Как будто что-то не выполнил свой долг до конца. Ну вот, плохие ощущения. Потом все это переживаешь, конечно. Ну это сложно переносится. Видеть, как умирает человек на ваших глазах. Когда спасаешь человека, тоже чувствуешь, что ты не зря работаешь, живешь не зря. К слову, у Алексея Анисовца за плечами 12 лет службы и 10 спасенных жизней. Причем самому маленькому спасенному 5 лет. Его коллега Павел в этом деле не так давно. Впервые вытащить человека из огня ему довелось в марте этого года. В тот раз работал с Алексеем. Вместе из горящего дома вынесли лежачего пенсионера с первой группой инвалидности. Было это часа в 4 ночи. Практически ничего не видно. Было полностью задымлено помещение. По звуку бессознательного пострадавшего сразу его обнаружили. Он лежал на кровати или диване. Сразу принялись к его вытаскиванию. Это было довольно-таки тяжело. Вы знаете, в этот момент думаешь только о спасении людей. То есть и времени там на то, чтобы бояться, нет. Люди, наверное, ждут нас, ждут нашей помощи и надеются на нас. Ради этого мы и тренируемся на сутках. За этот поступок напарников наградили нагрудными знаками. За отзнаку второй степени вручал лично министр ПЧС Владимир Ващенко. Всего по итогам последнего полугодия награждено 11 человек. За что, судите сами, за 6 месяцев в разы снижено число пожаров. Спасено более 40 человек. Динамика положительная на протяжении последних 5 лет. Гибель детей снижена в 8 раз. Количество травмированных людей на пожарах снижено на 49%. Количество пожаров на 19,4%. Гибель людей на 48%. В нашей стране именно в Гомельской области регистрируется меньше всего пожаров. Чуть более 2 на 10 тысяч жителей. Следом идут Витебский, Бреский и остальные регионы Беларуси. При этом сами спасатели скромно говорят, безопасность – дело всего общества. Отчасти поэтому ставку сегодня делают не только на профессиональный уровень и технику, но и на профилактику. К этой работе привлекают самые разные службы – от социальной и ЖКХ до наркодиспансера. Клубы юных спасателей пожарных, акции теле- и радиопередачи – акцент на молодежи. Поэтому в профилактике все больше используют информационные технологии. Так, нашумевший кавер сотрудников МЧС «Зречицы» на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы» взорвал интернет. Снова пожар, горит постепенно. МЧС тут никто не заменит. Кто же нам дарит эти мгновения? Без работы оставить не смеет. Кто-то отжег, мы же отмочим, полосы черные будут ярче. Казалось бы, что с пожаром покончено, но уже едет другой тушить дальше. На сегодня видео набрало почти 250 тысяч просмотров. К нему почти 700 комментариев. Многие пишут, что это единственный достойный кавер. О реческих спасателях написали практически все белорусские СМИ. При этом сами виновники такого резонанса говорят, что сняли видео не ради популярности. Таким способом хотели еще раз напомнить родителям не оставлять детей без присмотра. Ведь лучше заранее научить людей безопасности, чем потом, рискуя собственной, спасать чужие жизни. Не оставляйте детей без присмотра никогда. Анна Ковалева, Игорь Мариченко, телерадио компания «Гомель». Новости недели. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники торговли. В нашей области в этой сфере занято более 70 тысяч человек. В преддверии этой даты в Гомеле подвели итоги работы организации розничной торговли и общественного питания в первом полугодии. Подробности об этом и о том, что еще было важным на уходящей неделе, в обзоре корреспондентов службы новостей. В течение первого полугодия торговая сфера Гомельской области демонстрировала положительную динамику. Розничный товароборот в сопоставимых ценах превысил уровень прошлогоднего периода, однако по итогам шести месяцев сложился на уровне 90,7%. Оборот в сфере общественного питания составил 101,5%. Доля товаров отечественного производства превысила 70%. Перед организациями торговли поставлена задача совершенствовать ценовую политику, чтобы предложить населению качественный товар по доступным ценам. Этому должны способствовать в том числе акции снижения отпускной и розничной цены. Унитарное предприятие «Светотехника» изготовит для реконструированного минского стадиона «Динамо» более 20 тысяч специальных кресел. Выполнить работы планируют до конца августа, после чего гомельские специалисты установят сиденья на столичном стадионе. Этот заказ позволит заводу улучшить финансовое положение и загрузить работы всех специалистов. Шестой международный слет «Память без границ» прошел в Гомельском районе. Его участники — ветераны боевых действий, миротворческих операций, военные службы из нескольких стран. Традиционно первым в программе мероприятий «Слюто» было возложение цветов в Кургану Славы и памятнику воинам-интернационалистам. Из года в год «Память без границ» собирает все больше участников. В этом году приехали делегации из России, Украины, Литвы, Латвии и Молдовы. Для них подготовили насыщенную программу — экскурсии, спортивные соревнования, конкурсы и концерты. А теперь мы расскажем о наиболее значимых культурных событиях региона. На этой неделе Гомельский областной драматический театр завершил 78-й театральный сезон премьерой «Женское счастье». Режиссер-постановщик спектакля — заслуженный деятель искусства Российской Федерации Михаил Мамедов. Зрителям областного центра он хорошо знаком своей недавней театральной работой «Незамужняя женщина». На этот раз на сцене облдрамтеатра развернулась комедийная история о семейных ценностях и вечной проблеме отцов и детей. Ближайшие несколько минут об этом подробно расскажет наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Выдающийся французский писатель, драматург и журналист, автор двух известнейших и наиболее читаемых романов «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера». На этой неделе исполнилось 215 лет со дня рождения Александра Дюма-старшего. В Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина сейчас можно познакомиться с прижизненными произведениями этого гениального литературного деятеля. Все раритетные экспонаты представлены из книжной коллекции князей Паскевичей. В экспозиции «Нити истории в строках романа» разместилось около 40 книг периода 40-х, 70-х годов XIX века, изданных во Франции, Бельгии и Германии. Все они на французском языке и опубликованы еще при жизни легендарного писателя. Среди наиболее известных — «Три мушкетера», «Графиня де Монсаро», «Королева Марго». А во дворце Руменцевых и Паскевичей тем временем открылась выставка «Блакитная вот Широдимы». Здесь представлена живописи-графика из фондов музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Это работы в разных стилевых направлениях. Дмитрий Олейников, Виктор Казаченко, Валентина и Мария Югоровых, Игоря Семека, Владимира Короткого и многих других выдающихся мастеров кисти, представителей так называемой Гомельской школы живописи. Объединяет все художественные произведения то, что в них отражена неповторимая природа нашего региона. Ценители театрального искусства «Уходящая неделя» порадовала сразу двумя театральными премьерами. На сцене Гомельского областного драматического театра зрители увидели спектакль «Женское счастье». На сцене развернулась комедийная история о незыблемых семейных традициях и порядках. Спектакль повествует о безудерном желании главной героини удачно женить своего сына. Анекдотичные повороты сюжета приправлены размышлениями на тему вечной проблемы отцов и детей. Между тем, это вековое непонимание здесь подается исключительно с доброй улыбкой. Следующая неделя нам также готовит немало интересного. В Гомельской картинной галерее Гавриила Ващенко откроется выставка «Старая-старая кухня». Здесь будут представлены предметы домашнего быта 16-20 веков. Всего более 100 диковинных изделий, собранных из разных уголков мира. А тем временем в Секлогорский историко-краеведческий музей всех желающих приглашает посетить выставку этнографических коллекций «Наша культура» с увесь шоссоу. Здесь можно увидеть национальные белорусские костюмы, вышив, курушники и стародавние предметы быта. И на этом все с самыми интересными культурными событиями региона. Вознакомили Вероника Ворошилина и Павел Антонов. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». И в завершение выпуска «Музыка улиц». Необычный перформанс организовали для гомельчан на парковке возле городской кофейни. Настоящий концерт классической музыки исполнили на 12 фортепиано. Самому старому из них больше 100 лет. Инструменты пылились в гомельских квартирах, а то и вовсе могли быть выброшены. Мысль подарить им новую жизнь, а городу праздник принадлежит совладельцу битла-фургона Артему Крюкову. Вместе с друзьями он собрал все фортепиано. Какие-то из инструментов покупали за символическую плату, а какие-то им просто отдавали. На уходящей неделе более часа летним вечером гомельчане наслаждались мелодиями Шопена и Рахманинова с саундтреками к популярным кинофильмам. Это были итоги минувших семи дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok